Поэтому новости недели из Украины вновь. Требования премьеры Яценюка к президенту Порошенко поддержать или отправить в отставку. И снова слухи, что Яценюк уйдет. Вот-вот. И жесткий вывод американского посла Джеффри Пайета, который явно не допускает толкований. Украина, конечно, развивается не так, как должна была. Конечно, нужно менять политическое руководство для того, чтобы достичь этого. Собственно, на 16-й год главный вызов Украины сменить политический класс. Вот так, прямо в глаза, на инвестиционной конференции Dragon Capital. Рассуждения про коррупцию и отсутствие верховенства права опустим. Главный вывод, который делает Пайет. Виноваты не отдельные лица, виновата система. И, вероятно, ответ на эти рассуждения, куда катится Украина, один. Куда катите, туда и катится. А Яценюк, судя по рассказам людей, близким к Порошенко, пока выторговывает себе пост либо главы Нацбанка, либо полпреда Украины в Евросоюзе. И право выбрать, кто будет сидеть в его кресле. В Киеве снова бастуют. На этот раз в поддержку Надежды Савченко, обвиняемой в России в соучастии в расстреле наших коллег Антона Волошина и Игоря Корнелюка. Демонстранты требуют ее выдачи. Параллельно громят здание российского посольства, закидывая его всем, что под руку попадается. Сама Савченко то объявляет, то прекращает сухую голодовку, показывает неприличные жесты в объективы телевизионных камер из камеры в зала суда. Страсти кипят. Но давайте разберемся. Савченко была бойцом батальона Айдар, известного своими крайне жестокими нравами. Регулярным подразделением украинской армии, в тот момент не являвшегося. Обвинение уверяет, есть свидетельство, что по ее наводке именно батальон Айдар расстреливал беженцев. Люди под огнем бежали 23 километра. Селяне и дачники. Из поселка Счастье в Луганск. Пытаясь спастись. Стрелял Айдар из минометов. И наши коллеги, которые пытались отфиксировать этот факт расстрела, а иначе не скажешь, сами стали его жертвами. Это не был прицельный огонь именно по журналистам. Их расстреляли вместе со всеми, зная, что они безоружные, как и все, кто оказался на этой дороге из поселка Счастье. И теперь можно сколько угодно спорить, что там делала Савченко, как ее взяли в плен. Есть те, кто уже не сможет ответить или тоже объявить голодовку. Мой коллега Павел Пчелкин пытался понять, кто и зачем развернул целую кампанию, вспомнив вдруг о минских договоренностях и Женевской конвенции. Многие помнят эти кадры. 17 июня 2014 года у поселка Металист под Луганском камера фиксирует момент гибели наших коллег из ЛГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Их группа снимает репортаж о беженцах, спасающихся от обстрелов. Прямо в толпу попадают две украинские мины. Сильный свист. Два минометных удара. И прямо в середину людей. Яркая вспышка. И возле меня этого пацана силеная футболка с кишками падает. Сейчас Владимир Елфимов водитель, который подвозил ребят один из свидетелей по делу Надежды Савченко. Опираясь на показания других свидетелей, обвинение намерено доказать, что именно она по рации корректировала огонь минометного расчета убившего журналистов. Обвинение очень серьезное. Тянут больше, чем на два десятка лет тюрьмы. Но в государственном департаменте США считают, что Савченко нужно без всяких судов отпустить. И не просто считают, требуют. Суд над ней и продолжающееся содержание под стражей демонстрирует отказ признавать международные стандарты. Ровно как и обязательства РФ по Минским соглашениям. США вновь призывают Россию немедленно освободить госпожу Савченко и вернуть ее на Украину. В Москве уже привыкли к тому, что Вашингтон пытается лезть в каждую форточку в мире. Но наш МИД еще раз напомнил американцам, что в России российский закон. Мы рассматриваем подобные заявления, которые прозвучали из Госдепартамента США от вице-президента Соединенных Штатов Америки, из других столиц относительно незамедлительной необходимости отпустить Надежду Савченко до завершения суда, как давление на суд. Это неприемлемо ни при каких условиях. Вряд ли можно предположить, что опытный дипломат Джон Керри не в курсе, что дело об убийстве журналистов ни на йоту не связано с Минскими соглашениями. Кроме того, в США многие посчитали странным, что разговор ведется не о праве, а о неких таинственных стандартах. Это тоже интересная формулировка, потому что Госдепартамент не стесняется говорить о нарушениях международного права, когда они считают, что такие нарушения имели место. А когда говорят о нарушениях международных стандартов, ну у всех есть свои представления у международных стандартов. Это такая самая минимальная форма выражения американской озабоченности. Иначе говоря, в переводе с американского дипломатического это значит, придраться к правовой стороне дела не получается, но после двух лет фактического протектората Украины со страны США, Вашингтон просто инстинктивно метит территорию. Власти страны, гражданин которой или гражданка которой арестована в другой стране, высказывают какие-то пожелания, ходатайства по поводу содержания или даже освобождения. И в этом смысле не было бы ничего удивительного, но ведь простой факт состоит в том, что Надежда Савченко не гражданка США. Это просто демонстрация в очередной раз того, что американцы просто с неуважением относятся к суверенитету других стран. Если отвлечься от героического образа Надежды Савченко, созданного украинской пропагандой, и обратиться к фактам, многое проясняется. Может, она и училась на летчицу, но в момент того минометного обстрела она была простым бойцом батальона «Айдар», состоящего из убежденных националистов и известного своей жестокостью по отношению к населению Донбасса. Вот что заявляла об этих головорезах Международная правозащитная организация Amnesty International. Наш брифинг в Киеве был посвящен событиям на севере Луганской области и преступлениям, которые совершили в регионе бойцы добровольческого батальона «Айдар». Речь идет о похищениях, побоях и прочих нарушениях прав человека. Все это следует из доклада организации, выпущенного меньше, чем через три месяца после убийства российских журналистов под Луганском. А вот показания на суде самой Савченко о буднях ее службы в Айдаре. Вы меня спрашивали, убивала ли я людей? Да, убивала. Убивала врагов. Убивала, защищая себя. Но никогда не убивала по злому умыслу. Она также отрицает, что принимала участие в пытках заложников. По ее словам, там максимум, цитата, «один раздали по морде». Побывавший в пыточной Айдаре, этот православный священник из Луганска, вряд ли с ее словами согласится. Лично она предлагала всю нашу группу сдать на органы, чтобы заработать денег. Лично она предлагала расстрелять нас, когда они не согласились сдавать нас на органы. У нас на головах были мешки. Она подходила сзади и била нас по детородным органам. Почему вы убеждены, что это она была? Потому что мы хоть и видели ее только в те моменты, когда сползали мешки с голов наших, но мы и слышали, как к ней обращались и говорили. И ее голос я не забуду до конца дней своих. Пленных, по его словам, скорее даже не избивали, а медленно убивали. Били прикладами, ломали кости. В довольно своеобразных наклонностях этой дамы говорят ее собственные откровения о службе в украинском батальоне в Ираке. Был и такой факт в ее биографии. Я ходила и рассматривала трупы, поднимала простынки и пила сок. Пришли офицеры, увидели меня и сказали, ну у тебя и нервы. 79-я статья дополнительных соглашений Квенской конвенции гласит о защите военных журналистов. В случае их гибели любая страна обязана делать все, чтобы виновные понесли наказание. Но своим демаршам США пытаются помешать правосудию. И ведь виновна Надежда Савченко или нет для Вашингтона – дело пятое. Это лишь очередной повод продемонстрировать. Все, кто сегодня действует против интересов России, имеют все шансы получить индульгенцию за любое преступление. В данной ситуации гораздо более логичным было бы с точки зрения прав человека позаботиться о судьбе, об обстоятельствах гибели двух российских журналистов. Но ценность человеческой жизни для Вашингтона определяется интересами национальной безопасности. И в данном случае все, что связано с Украиной, им обязательно нужно обелять и продвигать. Двойные стандарты – это суть нынешней американской внешней политики. Восемь лет назад Барак Обама пришел к власти, обещая в том числе закрыть печально известную тюрьму Гуантаново. Но обещание не сдержал. Сотни заключенных, просто подозреваемых в терроризме, сидят годами в клетках без предъявления обвинений. Тюрьма находится вне территории США, и на узников не распространяются американские законы. Вообще никакие не распространяются. Все помнят и скандал с пытками и изнасилованиями заключенных американской тюрьмы Абу Грейб в Ираке. Попавшие в сеть фото и видеокадры, сделанные садистами, охранниками, потрясают. Гуантанамо и Абу Грейб – это невероятные ошибки США, которые еще отразятся на нашем будущем. Случай с бомбардировкой госпиталя врачей без границ в БАМ-Афганистане – это было. Но мы все пытаемся показать аморальность других стран. Кто с нами, тот прав, кто против, конечно, не прав. Это то, что сейчас происходит в отношении России. Похищение людей по всему миру стали обычным делом. Российский летчик Константин Ярошенко вывезен из Либерии и осужден в США на 20 лет. С формулировкой о том, что мог совершить преступление против Соединенных Штатов. Агенты ФБР под прикрытием провели переговоры о продаже партии оружия с российским бизнесменом Виктором Бутом. В итоге он арестован в Таиланде, вывезен в США и получил 25 лет тюрьмы. Кроме того, теперь США предъявляют иски европейским банкам, которые якобы нарушают американские законы. И те покорно платят. Даже аресты чиновников Международной Федерации Футбола FIFA инспирированы все тем же американским ФБР. Американцы ведь почти не играют в европейский футбол. У них свой, разновидность регби. Но FIFA стала местом власти, местом изобилия и денег, и они хотят подобраться поближе. А еще при бывшем главе FIFA, Блаттере, чемпионат мира 2018 года достался России. И думаю, в этом причина скандала и его отстранение от руководства FIFA. Фактически сегодня США пытаются распространить свои представления о праве на остальной мир, подминая отдельных политиков и целые страны. Искусство, которое оттачивалось годами. Погружать в хаос регионы ради собственных геополитических интересов, при этом рассуждая о своей эксклюзивной миссии защитника демократии. Похищать людей в других странах, узаконив пытки в тайных тюрьмах ЦРУ за рубежами США и поучать других, объявив себя мировым защитником законности. Пел Пчелкин, Наталья Голубь, Андрей Маслихов. Воскресное время. Первый канал.